Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли Вопрос пришел и к тебе, и ко мне Здравствуйте, Наталья Ирина, вопрос на тему отношений Я знаю, что вы давно замужем, есть дети и вы счастливы О чем вы не раз говорили, это прекрасно Однако, если на мгновение предположить, что вы еще не замужем И ваш будущий муж сам лично к вам не явится с повинной То как бы вы подошли к вопросу выбора пары на всю жизнь сейчас? с текущего расширения сознания. Я знаю, что вы сама по себе системный человек, поэтому во многих аспектах часто разделяю ваши взгляды на те или иные вещи. Вот и в этом случае мне кажется, что ваш бесценный жизненный опыт. Та-та-та-та-та-та. Дальше. Да, похоже. Ну что? Отвечай. Ну давай и к тебе тоже вопрос. Да, у меня тоже пришло. Я, да. Как бы ты выбирала сейчас какая-то жизнь? Ты знаешь, на самом деле все настолько просто. Очень просто. Я не выбирала бы. Общаясь с человеком, ты чувствуешь его. Ты даже не заморачиваешься на это. Я не заморачивалась бы. Если мне хорошо с человеком, вот мне легко, да, то оно легко и оно ну как бы и само собой складывается, во-первых. Во-вторых, а если же взять и заморачиваться на эту тему и думать, вот встретиться, допустим, с мужчиной и думать какой он там так, он то-то делает то-то не делает, да то это уже не об искренности это уже ты начинаешь ну, от умара выбирать себе пару и уже интерес исчезнет вот именно эта искренность исчезнет огонька не возникнет а будет ну, просто как прагматизм да, только так потому что здесь только именно по чувству и не заморачиваться а искренне быть с человеком не идет значит не идет ну, вот смотри на самом деле вопрос очень даже классный да, да когда мне было 24 года когда я выбирала своего мужа я действительно тогда искренне увидела о, мою любовь мозги отлетели гормоны и и все на всю жизнь мозги отлетели это было легко и просто да, да но вот если сейчас подойти вот, например с текущего опыта если бы мне сегодня сказали Наталья вот замуж выйти второй раз замуж да, или вот если бы я не была замужем до сих пор и принимала решение выходить мне замуж или нет то ты знаешь сегодня есть уже некий прагматизм некое видение видение насквозь и, например вот этот вот прагматизм я о чем говорю меня не интересует финансовая сторона да, то есть у большинства женщин еще станет вопрос финансов хотя, наверное вот сейчас сказал слово прагматизм и я и тогда в 24 года была прагматиком но я на другую тему была прагматиком я в мужчине если я видела дефект в мужчине физический то, что мне не нравится или психический то, что мне не нравится он у меня сразу уходил на задний план и я даже не рассматривала его как кандидата было у меня и тогда такой прагматизм точно так и у меня так же было свои какие-то пунктики которые, если ты заметил человеку все да, вот важны и все ты просто уже не можешь с человеком а сегодня уже к этому бы добавились бы во-первых были ли у него браки разводы дети потому что это юридические моменты прецеденты которые так или иначе сознание будет обрабатывать женское опять-таки каким образом выстраивать взаимоотношения дальше и так далее ты знаешь и наверное это достаточно серьезное обременение с возрастом потому что вот если я сейчас смотрю со своих пятидесяти с хвостиком да назад мне так не нужен подпоможен но это факт вот реально потому что возникает с ним возникает очень много лишнего груза лишний груз да если отвечать вот так то да оно на самом деле я просто ответила именно как если вот не брать все вот эти нюансы пока да а с человеком встречаться то именно по чувству то есть вот тебе интересно интересно да а уже потом да рассматривать все вот эти вопросы однозначно тут ты уже не будешь кота в мешке хватать и да тут уже это сто процентов во-первых а во-вторых ты почувствуешь уже эти спеты могут быть значительно тяжелее чем просто тебе хорошо рядом с человеком и там плюшки дружба там секс и так далее вот я приведу пример вот опять-таки я даже не могу представить если честно вот смотри например и об этом женщины кстати головой вот в этих моментах очень мало когда думают а потом они начинают думать когда наступили на грабли вот например те же самые браки незарегистрированные ну вот они 30 лет прожили вместе незарегистрированные а потом он решил любовницу а всю недвижимость на него писали и кто ты ты что-то докажешь потом в суде понимаешь но это один момент такие вещи тоже такие истории знаю бывали ну вот другая история например на которую женщины не обращают внимания например мужик был женат и у него в первом браке остался ребенок он благополучно женился во второй раз у них офигенная семья и в браке родились еще дети и в этой семье у него есть квартиры машины там дачи куча недвижимости и так далее и вот он живет живет но все это нажито уже с другой женой которая не знала никогда его первую жену не знала никогда его там первых детей и так далее но если этот мужик умирает а нет брачного контракта а людей нашего поколения очень мало у кого есть брачные контракты он если он умирает то вот все вот это нажитое делится с наследниками первого брака и эта жена попадает в минусы но об этом никто никогда не задумывается наперед понимаешь и когда речь идет о разделе там одной квартиры одной машины кажется ай да это ерунда я помню сама как я бы вот по мелочам в споры даже с родственниками не вступала ничего нахрен надо сама все подниму и сделаю а когда человек начинает становиться на ноги так нормально и когда эти доли становятся весомые то может это может стать основой циклической ошибки через вражду родственников из которых он потом сам хрен вылезет он об этом не думал но он попал создал историю с циклической ошибки ошибка где началась началась вражда в роду поэтому вот на сегодняшний день когда вот ты видишь на несколько шагов вперед понимаешь я бы например уже бы не полезла ни в какие взаимоотношения юридические ни в какие браки вот я хотела сказать что да я бы послала всех мужиков в одно место и мне вот эти вот игры с вашей родней нахрен не упали вообще и вот уже оглядываясь с этого прагматизма нынешнего я понимаю что я бы в новый брак не вступала а вот ценность имеющегося брака тут же растет растет ценность своего спутника растет ценность своей семьи растет ценность своих отношений потому что ты понимаешь что ты их будешь беречь потому что ты действительно вложился в них всем сердцем всей душой всей жизнью со всех сторон реально со всех сторон вложился в семью и тогда ты знаешь я недавно как раз увидела в тему один ролик где одна психологиня убеждала слушателей кто подписан на ее канал что наши дети сегодня живут и будут дальше жить с программой что мы вот встречаемся на пути и расходимся встречаемся и расходимся и вот этот единый брак единый союз у них вообще в психике будет отсутствовать я считаю это самой большой дурью которая возвращает человека в мир животных это самое большое обесценивание вообще человека и поэтому он уходит в мир животных потому что человек обесценивает сам себя он становится возвращается назад потому что идет прямое обесценивание своего зеркала и соответственно своего труда своих детей это же ты создал это твое творение и ты обесцениваешь сразу и свое зеркало и свое творение и это творение приори должно быть хуже тебя не до развития тебя да так вот я я тоже пока вот сидела я вдруг почувствовала что брак он должен быть один да за жизнь но это не значит что люди не могут разойтись то есть если вдруг произошло что ну не выдержали да ну не смогли программы свои да и разошлись то уже второй раз сходиться с человеком уже брак не нужен это вот сто процентов вот здесь да я согласна полностью что вот здесь брак уже как таковой он не нужен здесь люди либо живут вместе либо не живут ну как-то уже так а вообще надо всегда ценить свой первый брак ну вообще брак то есть блин даже слово такое семью ценить свою семью вот и потому что это твой мир это твое создание да надо осознавать что оно где-то может болеть где-то может быть выздоравливать где-то как то есть но это твое создание твой мир твоя жизнь и ее ценить надо а не разбазаривать вот на эти встречи разбегания да как ты там психологию сказала ценность брака ой блин брака не брака вот не хочется ценность семьи да прошибает просто перед тем как мы с тобой подкаст телезаписывать мне попалась картинка если у гетеросексуальных людей дворец бракосочетаний то у голубых что дворец с ракосочетаний а и ты говоришь в браках мне ты же картинка перед глазами устает так немножко таких гомофобных шуточек ну это правильно потому что это действительно это шуточка потому что а шутка о чем что закрывают шутками истину на самом деле ну это уж это болезнь и на этот вопрос опять ответ приходит табличка дворец какой что закрывает истину да ну в основе в основе семьи на мой взгляд обязательно должны лежать чувства и это чувство свободы чувство легкости чувство настоящей любви ведь опять-таки когда вот если мы просто скажем чувство любви в основе взаимоотношений большинство людей не поймет для них у каждого своя любовь конечно у кого-то любовь я тебе носки стираю у кого-то еще какая-то кстати это я в магазин заезжала и как раз увидела разговор мужа и жены которые садились в машину и я была остолбенела то есть я как раз к сегодняшнему подкасту ну так наверное с верблюдами нога и душами в хлеву не общаются как иногда женщины общаются с мужчинами вот ну просто у меня ступор был такой когда услышала как муж разговаривает женой как жена ему отвечает и вот как и для них это нормально между прочим то есть это не изряда он выходящая обстановка была так вот когда мы говорим о любви мы говорим во-первых о свободе вот об этой легкости во-вторых мы говорим об уважении а когда мы говорим об уважении мы говорим обязательно о благодарности без благодарности не бывает уважения вообще не бывает уважения и когда нет благодарности тогда ты можешь услышать то, что сегодня мельком услышала я. И я понимаю, что в любом случае этот брак обречен на распад, если люди хотя бы не научатся благодарить друг друга. То есть без этого брак невозможен. И с годами та же самая влюбленность, вот эти крылкие чувства страстные, они же и переходят в уважение, в спокойную благодарность, принятие другого спутника и так далее. Но это все на благодарности. Вот смотри, просто научить благодарить детей, и мы уже продлим браки и берем разводы. Да, потому что благодарность на самом деле, а благодарность – это о ценности. Да, это о ценности. И это важная суть. Именно сама суть благодарности – это о ценности. Потому что если человек не осознает благодарности спутнику своему, то он его обесценивает. А обесценивая своего спутника, естественно, он сам себя уже обесценил просто в никуда, если он уже это проявляет своему спутнику. То есть он уже для себя вообще… То есть по сути своей человек вообще не осознает, ну, кстати, любви к жизни, вообще не осознает ничего. Он просто как сознание, которое… Паразит и паразит прожил всю жизнь. Прожрал, проходил в туалет, чтобы размножился. Да, на двух ножках походил, там что-то сделал, и все. А вот этой вот любви человеческой, вот именно вот этого уровня сознания человеческого, он так и не достиг, не постиг, и не осознал, и не прочувствовал. Ну, животный уровень, по сути… Это животный уровень в человеческом теле. Вот так. Да, да, да. Вот, потому что, да, потому что любовь – это свобода. А скажи человеку, что любовь – это свобода, что вот настоящая любовь – это свобода. Во все тяжкие кинутся. И еще с флагами скажут, да, мы понесем это как… Ты как права, действительно, вот я скажу своей жене. Особенно мужики так скажут сразу. Я скажу своей жене, что я тебя люблю, поэтому дай мне свободу. Самое интересное, может, мне так в жизни встречалось. Я в своей жизни, большинство мужиков, которых знала, вот друзья, семьи, там в круге общения какие-то люди – это люди, которые нуждались, нуждались в том, чтобы жены за ними следили, и им самим, ну, следили ли я имею в виду, там, стирали, готовили кушать, встречались с работы, уделяли им внимание. Это люди, которые неслись домой, вот именно вот в это тепло, и они с радостью все рассказывали своим женам, делились с ними и так далее. Почему? Потому что для них это было важно. То есть они работали в дом, а не из дома. Да, вот те, которые ходят налево, там, к любому, это из дома. А здесь вот сколько я встречала мужчин, и поэтому когда вот сейчас захлестывают вот эти российские сериалы, которые показывают там кучу измен и так далее, а я не знаю, в окружении у меня нет людей, которые бы гуляли, ходили налево. Я просто вижу, мне не надо рассказывать там, что у человека. Видишь насквозь и видишь, что это люди, у которых сознание направлено в дом. То есть он, ну, это то, что, зная семей, где он к любовнице не пойдет, потому что ему жалко на него тратить денег. Но, да, смотри, на самом деле ты типаж мужчин описала, который... Домашние такие. Домашние – это не выросшие. Это под мамкой. Это мужчины, которые как дети, на самом деле. И они тепленькие, они хорошие. Но те же мужчины, которые бегут к любовницам, это те же дети. Это те же и такие же дети, просто разные направления движения. Меня по жизни окружают семьи, тоже вот целостные семьи. И я ими наслаждаюсь там. Знаешь, я скажу так, это равноправие, наверное, так. Каждый на своем месте. Вот именно свобода. Вот такие отношения меня окружают в моем окружении. Где свобода в отношениях. И у моих дедушки с бабушкой были точно такие же. Каждый знал в семье, что он делает. При этом мог взаимозаменить друг друга. Но это была вот эта искренность, которая не была такой... Дай-задай. Вообще нет. Вот нет. А именно мужчины любят женщину. Но эта любовь проявляется... Она может где-то проявиться и вниманием, а может где-то проявиться заботой, может где-то объятиями проявиться. То есть, женщина то же самое, да. Нет вот этого, что я тебе ротик протру и тебе подам тарелочку. Нет. А это все вот, понимаешь, вот такое... Надо посуду помыть, мужчина помоет посуду. Без всяких даже. То есть, вот это. Вот это и есть свобода. Вот это и есть целостность, гармония. Когда и мужчины, и женщины взрослые люди. Вот я... У меня так дедушка с бабушкой были. У меня они прям примером были. И мама с папой... Ну, там немножко другая история. У мамы тоже с папой отношения такие. Но вот здесь как раз-таки папа больше ребенок был. Как раз-таки вот он тоже... Он все в дом, все такой... Ну, на самом деле здесь столько вариантов есть. А суть все равно остается в искренности. И в ценности, и в благодарности. Ценности себя в первую очередь. Если ты побежал налево, направо, на переправо, на перелево, то ты не ценишь себя. Ты просто как дворняшка разбазариваешь. Разбазариваешь себя. Да. Что женщина, что мужчина. И думаешь, что, ой, медальки повесят. Я востребован. Да блин, посмотри, сколько бегает по улице востребованных собачек. Понимаешь? Ну, это не о ценности. Это о животном мире. Это нет достоинства человеческого. Нет вот этой к себе даже уважения просто. Поэтому откуда будет уважение к спутнику? Конечно, нет. Ну, смотри, откуда уважение к спутнику? Наши дети копируют нас. Если ребенок вырос в неполной семье. Да. То он скопировал возможность неполной семьи. Да. Она у него уже будет прошита, у него будет интерес, потому что у него родители уже были в разводе. Если ребенок вырос в семье, где был определенный уклад, где он видел определенные взаимоотношения мамы с папой, где он был с родителями, где он был воспитан в какой-то конве, да, где он копировал эту информацию, то у него точно так же эта накладка идет на жизнь. Он точно так же будет выстраивать свои отношения. Да, сто процентов. И тут я просто помню, как жили мои родители. Я помню, как моя бабушка все время вспоминала о деда, она его очень любила, он погиб. У нас не было... У меня в роду, если взять, у нас нету разводов вообще, и у мужа, кстати, тоже. То есть вот это как-то затерто. Люди, если женятся, то женятся по-любому. Да, знаю, да. Потому что в основе есть скопированная информация. И самое интересное, вот опять-таки, тут могут нас захаять за вот этот вариант. Просто сейчас очень модно говорить, да, ну, я не знаю семьи, где мужики не изменяют. Я не знаю семьи, где мужики изменяют. То есть если мужик изменяет, то, наверное, у него не все в порядке с головой, те люди, с кем я общаюсь, и те люди, которые окружают, и те же мои родственники, и друзья, и знакомые, у всех полные семьи. И я не знаю, чтобы там муж или жена ходили налево, изменяли. Ну, нету такого. Там нормальные семьи, нормальные, здоровые люди. И это при том, что от нас информацию какую-то с тобой скрыть достаточно сложно. Ты видишь человека насквозь, и видишь, что и как. И даже будешь знать, что жена дергалась, и по делу она дергалась, и по делу, если она ревновала, да, например. Но при этом ты понимаешь, что если человек вырос в здоровой семье, он здоров на голову, он может управлять своими эмоциями, чувствами, он уважает свою спутницу, он женился действительно осознанно или вышла замуж действительно осознанно, то вот эти собачьи игры не нужны. Они бессмысленны становятся вообще, потому что ты сам себя, и тогда человек тянется в то тепло, которое в семье, а в семье люди умеют разговаривать, для этого дан речевой аппарат, где они обсуждают все проблемы, и они могут решить любой вопрос через обсуждение. Все. И если это так, то тогда менять спутника не имеет смысла, а вот первый раз выбрать спутника, здесь надо ориентироваться на чувства. С одной стороны чувства, и все-таки скажу, что на мой взгляд важно, кроме чувств, важно, чтобы совпадали интересы, потому что если молодые люди пойдут дальше по жизни, важно, чтобы у них интересы к жизни совпадали. И зачастую важно, чтобы какой-то социальный статус или среда, в которой они вырастут, тоже совпадала. Это, вот это, на самом деле, очень важно. Потому что если один вырос в шалаше, а другой во дворце, смириться принцессе в шалаше будет так же сложно, как и товарищу шалаша научиться нормально обитать в апартаментах. Да. То есть это факт, который есть, и все эти юношеские детские сказки, оно прекрасно, но жизнь показывает то, что социальная среда должна быть примерно равной. Да, да, да. Это один момент. Второй момент. Общие интересы, общее образование, общее воспитание. Это тоже важный момент. И вот из этого, когда вырастает любовь, то это основа крепкого брака. Угу. Это так. Ну, тогда будет и свобода, и все вместе. Потому что на влюбленности и на шалаше можно провести какое-то время. Но это не пройти совместно там 30 лет жизни вместе, рядом. Вас уже больше намного. Мы в этом году 30 лет отметили. Я когда назад оглядываюсь, я все время раньше шутила. Если бы прибила сразу, так уже бы два раза вышла на свободу, да. Но при этом я понимаю, что если бы не любил столько лет находиться рядом с нелюбимым человеком, с человеком, которого ты не можешь принять, с которым у тебя нет общего интереса, невозможно. Вообще невозможно. При этом, если, да, это на самом деле так. Это насилие над собой. Да, да. И при этом... Никакие деньги здесь не помогут. И при этом, если интерес вдруг исчезает между людьми, то на самом деле здесь надо, чтобы опять-таки либо создать, да, интерес. Что вот интерес? Ребенок тоже является интересом совместно, да, на рождении. Либо какой-то... Но люди должны тянуться друг к другу и находить интерес. Потому что если вообще интерес исчезает, то люди могут разойтись, но при этом спокойно разойтись, спокойно остаться с уважением. И с ценностью, и с благодарностью друг к другу. Это тоже важно. Потому что это родные люди. Родные люди. На самом деле люди, которые прожили там, допустим, ну, будем говорить, больше 30 лет. Они прожили больше, чем с родителями. Да? Ну, это, да, это так. И поэтому здесь... Ой, здесь много факторов. Тема очень интересная. Здесь можно рассматривать и по возрастам будет разная тема. Потому что если вот молодые сходятся, они сходятся на влюбленности, на вот этой свежести. Да? И на самом деле, если у мальчика или у девочки ценность в семье была, да, знают они ценность, что это такое, себя, да, благодарность тоже знают, то сойдясь они вот молодыми, они вместе растут. Они вместе развивают. То есть их влюбленность, она сама развивается в любовь, в крепкие отношения. Вот опять-таки, видишь, примером будут семьи, конечно. Почва семьи от родителей. Вот. А когда уже люди в возрасте, и вот то, что Европа на самом деле внесла к нам, что жениться надо там после 30-ти, да, на самом деле это очень плохой вариант. Потому что вот именно здесь начинается... Ты уже с грузом приходишь туда, ты грязный приходишь. Ты уже грязный, ты уже загружен всяческими, я не знаю, там, программами, с кем ты там был уже до этого или была, да, ты этим мусором загружен. И встречаются две мусорки, по сути. Ну, это образа такой. И прикинь, это сколько надо хлама повыкидывать. И они не выдерживают, они просто не выдерживают. И потом начинается там не весь что. Да, согласна. Крепкие семьи – это здоровые, молодые, красивые отношения. Да, да. И вместе пошел, вместе рожаешь детей. Да, да, все. Вместе начинаешь бизнес, начинаешь, да, все вместе. Вот оно. И это залог здоровых отношений. Ну и, конечно, важно, чтобы вот и у парня, и у девушки семьи были полноценные. И в семьях были, они росли с благодарностью и ценностью. Все, это здоровый. Здоровая семья рождается. Вот, опять-таки, возвращение к благодарности. Казалось бы, какая тема ерундовая, да? Вот как обесценивается ерунда. Я не могу даже, да. Ты не ерундовая. Вообще, за словом ерунда, как прячется много недосказанного. Я иногда офигеваю. Ерунда, что там Байден упал с трапа. Какая ерунда. Посмотрите, какой президент у такой огромной страны. Спрятана за ерундой, спрятана суть сама. За ерундой спрятана суть, да. Посмотри внимательно, что там прячется и кто там рулит. Все становится понятно. Так вот, казалось бы, благодарность ерунда. Какая ерунда? Только детям с детства начать воспитывать в благодарности за то, что ты имеешь. И в ценности себя, в ценности жизни мы убираем психические заболевания. Суициды, панические атаки. Мы убираем разводы и так далее. Это не стоит того, чтобы ввести в школе урок благодарности? Вот любому чиновнику задать вопрос. Это не стоит того, чтобы детей с детства научить быть благодарными за то, что они имеют? И научить быть благодарными своим спутникам, своим одноклассникам, своим учителям. Ведь это же автоматически пойдет на семью. Вот вам отсутствие развода. Да. Так просто. Это невероятно. Это здоровая почва на самом деле. Благодарность – это здоровая почва. Это возможность развить здоровые семьи, здоровые отношения. Да и физическое здоровье. Это психическое здоровье. Здесь все залог. Но для того, чтобы урок благодарности внести, преподаватель должен осознавать ценность, осознавать благодарность. Что это за суть? А не по книжному. Да. А не по книжному, что только в книжке, понимаешь, сказанное. А он автоматически преподает. Так ребенок не впитает. Ребенку надо интерес. Поэтому преподаватели должны быть живыми. Ну да. Ну хотя бы начать, хотя бы с чего-то, хотя бы попробовать благодарность. А может, потом станет интересно. Хотя бы со свидания начать. Да, да, да. А потом уже станет интересно. Потому что если не пробовать, то ты и так и останешься на одном месте, как камень лежать. Да, да. А действие, движение, попробуй, пощупай, понюхай. А лежачий камень вода не течет. Да, 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 да. Субтитры сделал DimaTorzok